Несправедливая оплата труда, переработки, давление руководства. Куда может обратиться сотрудник при явном нарушении трудового законодательства? Например, в профсоюзы. Именно они отстаивают интересы работников по спорным вопросам. Такие объединения есть и в Химках. Работу профсоюзов обсудили на круглом столе с главой округа Дмитрием Волошиным. Основные вопросы – повышение оплаты труда, организация досуга и социальные льготы. Председатель регионального объединения организации профсоюзов Валентина Кабанова отметила, необходимо взаимодействие властей и работодателей. Это поможет оперативно решать вопросы работников. И если у нас будут тесные контакты профсоюзов, работодателей и главы, мы сможем решить. Почему? Потому что, ну, откровенно говоря, в малом и среднем бизнесе у нас профсоюзов нет. История профсоюзного движения берет свое начало еще в 18 веке. Первопроходцы в этом деле – англичане. Русские подхватили идею только в начале 20 века. Профсоюзы сыграли важную роль в ликвидации безработицы. Сегодня эти объединения существуют на крупных предприятиях, оказывают бесплатную юридическую помощь в трудовых спорах. А знают ли химчане о том, что профсоюзы сегодня – это не пережиток прошлого? Вы знаете, что такое профсоюзы и чем они занимаются? Честно говоря, нет. Реально не знаю, чем они занимаются. Но вот где я работал, были профсоюзы, давали какие-то путевки там бесплатные. Нам что-то рассказывали на уроках, мы не слышали, ну, не особо. Я не работаю уже 10 лет, поэтому мне трудно сказать. И все, кто у меня вот работают, не знают, что такое профсоюз, потому что, по сути дела, сейчас этого нет. Раньше, да, я сам в профсоюзе стоял и занимался более конкретно с этим делом. Но сейчас информации очень мало, только по телевизору несколько. Взаимодействие – вопрос важный. Раньше между работодателями, профсоюзами и властями действовало трехстороннее соглашение. В нем указывали социальные гарантии работников. Например, минимальную зарплату, распределение мест в детские сады, путевки в санатории. Однако срок его истек в конце прошлого года. В 2019 году мы его не смогли заключить, потому что у нас, к сожалению, больше нет совета работодателей. И вот на этой встрече как раз мы договорились о том, что это у нас будет совет работодателей. Трехстороннее соглашение у нас будет подписано, скорее всего, через месяц. Это очень большое, как говорится, достижение. Не забыли и о свободном времени. Дмитрий Волошин подчеркнул – необходимо развивать досуг работников предприятий. Уже сейчас власти активно продвигают занятия спортом. Мы вообще надеемся, что это будут футбольные команды. Мы им поможем с формой, если это будет тяжело. И у всех наших предприятий, футбольных команд, у нас шесть полей. Пожалуйста, мы выделим время, пусть они играют в футбол. Вот это и есть. Вот эта связка, понимаете, вот такая конкретная. Вот она команда. Энергармаш, Лавочкина, Файкин, СК, да? Пожалуйста, играйте в футбол на нашей инфраструктуре. Она как бы ваша. Сегодня в Химках работают более 125 тысяч человек. Создать для них комфортные рабочие условия помогают в том числе и профсоюзы. Сможет ли это движение снова набрать обороты в наши дни, покажет время. Ксения Абрагина, Николай Забродев, Служба новостей.